Проблема ветхого и аварийного жилья для Мирного одна из самых острых. Однако в последнее время в Алмазной столице вопрос начали решать. Спонсором программы переселения выступила компания Алроса. Благодаря этому городские власти запустили процесс строительства новых домов. Но сейчас действие программы приостановлено. С чем это связано, выясняли коллеги в Мирном. Как снести дом, если там живут люди? Таким вопросом озадачены в городской администрации Мирного. Старая двухэтажная деревяшка по улице Амосова, 32, стала камнем преткновения для программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, грозя ее срывом. Все жильцы из дома уже съехали, но одна семья осталась. И без боя сдавать свои метры они не намерены. Когда вообще разговор был, что дом под снос, все остальное, с нами никаких бесед никто не вел, нам никто ничего не предлагал. Нам сказали, что мы были в управлении жилищной политики. Меньшинина госпожа нам так и сказала, что, ребята, какую квартиру я вам куплю, администрация вам приобретет, такой и будете жить. То есть никаких разговоров о каких-то вариантах, остальных, пятых, десятых, даже вторых, так скажем, разговоров не было. Их нынешняя квартира большая, прописано здесь семь человек и проживают они с 1975 года. Администрация предложила вариант переселения в каменную трехкомнатную жилплощадь, в доме, известном в народе как Тетерс. Но от такого предложения семья отказалась. Как говорят сами, переехать готовы, но не понимают, почему им предлагают вторичное, а не новое жилье, в только что построенном здании для таких же переселенцев. Да согласен я, вы мне вот это жилье, вместо этого жилья дайте нормальное жилье, чтобы я мог хотя бы его приватизировать. Объекты переселять граждан из ветхоаварийного фонда. А построить объект мы этот не можем, потому что на этой земле стоит жилой дом, в котором проживает эта одна семья. Они приостановили программу сноса, они требуют три отдельных квартиры на их состав семьи, что по закону городская администрация сделать не в состоянии. Это будет противозаконно. В этой ситуации каждый прав по-своему. Только семья Руденко взывает к справедливости, а чиновники к закону. Теперь точку в этом вопросе должен поставить Верховный суд. Но если дело затянется, то сроки строительства новых домов придется переносить. Возводить жилье в других частях города выйдет в разы дороже. И на лишние траты Алроса, как главный спонсор программы переселения, может не пойти. Роман Муконин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».